На улицах относительно пусто, мало машин, огромной очереди в аптеке, в магазинах уже, в общем-то, продуктовых очередей нет, потому что там и продуктов особо нет. В общем, в городе можно достать всё, но нужно знать как. Там наша героиня, с которой мы говорили о Мелитополе, и её папу похитили. Домой! 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 Всем привет! Это третий эпизод подкаста «Хуй войне». Меня зовут Пётр Рузавин. Послушайте предыдущие выпуски, если вдруг пропустили, и подпишитесь на наш подкаст на любой удобной для вас платформе, чтобы не пропустить новые эпизоды. В предыдущих сериях моя жена, украинская журналистка Наталка Гуменюк, ездила на юг страны, Одессу и Николаев, где относительно других мест спокойнее, затем в Харьков и Ахтырку, который беспрерывно обстреливает российская армия. После Харькова Наталка вернулась домой в Киев. Этот эпизод посвящен оккупации, тому, как живут люди в украинских городах, захваченных российскими войсками. Мы хотели показать эту жизнь на примере Мелитополя, небольшого города в Запорожской области, и о ней, об этой жизни нам рассказала 19 марта Татьяна Кумок, гражданка Израиля, уроженка Мелитополя, которая там находилась с самого начала войны. Сегодня, 21 марта, она написала в Фейсбуке, что ее отец Михаил Кумок, один из руководителей местного издания Мелитопольские ведомости, а также несколько его сотрудников, похищены. Знаешь вообще такой Мелитопольский весенник? Ну, слушай, я не знаю такое издание личное. Я просто как бы знаю, что вот они есть, эти региональные издания. Слушай, а что? А как она? Не знаю, она мне пока не отвечает сама. Ну, то есть она и до этого отвечала? Ну, конечно. Она отвечала нечасто. Ну, если там, если только на третий день хочется звониться, там проблемы со связью в городе. Не знаю. Ну, вот есть пост ее в Фейсбуке, есть пост, собственно, этого Мелитопольских вестей. При этом вот мы с ней когда говорили, позавчера она как раз говорила, что как-то вроде остановилось все с похищениями. Не, я знаю, что, Петя, что, к сожалению, вот я не знаю, как в Мелитополе. Я вчера говорила, у которого офис в Херсоне. Там все прям плохо, потому что если до этого они терпели еще вот эти всякие там митинги проукраинские, да, они тупо начали ходить по домам искать проукраинских активистов. Поскольку города такие, ну, как бы никогда не были оккупированы, там каждый второй украинский активист, каждый первый там какой-то родственник атошника, ну, ты понимаешь, да. Поэтому они тупо начали ходить по квартирам. И там как бы стало хуже, и даже говорили про какие-то убийства. Это, конечно, все на слуху. Ну, например, там она рассказывала, ну, они правозащитники, они говорят, что там была ситуация, где они в каком-то деревне там зашли в школу, а в школе, как обычно в любой украинской школе, после восьми лет, там висят портреты, там, героев, кто-то из нашей школы, да. И вот они идут по семьям. То есть как бы все на самом деле в этих городках, наверное, прям печально. Ну, то есть я имею в виду, потому что если они там сперва... Ну, они же пытаются выяснить, кто это подполье. И как бы какие-то там документы где-то есть. И как бы проблема в том, что выяснить их не сложно, потому что города-то украинские. Это как бы официальная позиция всех, как бы общества, вся власть, все люди, журналисты, они все такие, типа, проукраинские, понятное дело, были. И поэтому, по сути, каждый публичный человек, ну, любой человек, который где-то на какой-то должности был, ну, по сути, можно обвинить в чем-то. Поэтому это прям вот история очень плохая. И я вот тоже думаю, что это, конечно, следующая часть того, что будет происходить с этими оккупированными городами. Чуть позже знакомой Татьяны написали в соцсетях, что неизвестные задержали и ее саму. Я записываю этот эпизод 21 марта, в понедельник, на 26-й день войны. Накануне, в воскресенье, в разных городах Украины, оккупированных российскими войсками, проходили митинги против этой самой оккупации. Люди вышли на улицы Херсона, единственного областного центра, который удалось захватить российской армии, Каховки в Херсонской области и Бердянска, Запорожская область. Украина! Своборна Украина! Удна! Ирина! Своборна Украина! Домой! 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 20 марта митинги прошли более-менее спокойно. А сегодня в Херсоне российские силовики забросали митинг протеста светошумовыми гранатами и открыли огонь. Местные жители публиковали видео с ранеными гражданскими. Средаточивый газ! Завтра, мать, пизда будет! Все как-нибудь спали! Завтра все сгорите нахуй, бля! Скорая едет, ребята, скорая едет! Скорая едет, ну ты едет! Скорая к нам уже вызвала! Еще и смотрите, кого пенсионера нашли! Слабого человека, уроды, бля! Митинги и акции протеста продолжались на оккупированных территориях все предыдущие недели. Параллельно там стали пропадать люди. Местные политики, которые отказывали сотрудничать с российскими военными, активисты. Среди них мэр Мелитополя. Это Запорожская область Иван Федоров. Мелитополь российские военные заняли в самом начале войны, в феврале. Там сразу начались митинги против оккупации, а мэр демонстративно отказался сдаваться или сотрудничать с оккупантами. Добрый вечер, уважаемые мэр Мелитопольцы! Наш регулярный прямой эфир по итогам дня. Первое, на что хотел бы акцентировать внимание, о том, что городская телевышка, впрочем, как и городские вышки радиосвязи, находятся под контролем оккупантов города Мелитополя. Тех людей, которые на сегодняшний день по периметру контролируют город, это вооруженных войск Российской Федерации. Поэтому ни контент, который распространяется через радиостанции, либо наш видеоконтент, не контролирую ни я, ни исполнительный комитет города Мелитополя. 11 марта его задержали, а в качестве мэра-коллаборанта, судя по всему, поставили Галину Данильченко, мелитопольского депутата, которая до этого состояла в партии регионов, которую возглавлял Янукович, а затем в пророссийской партии, по сути, наследницы партии регионов УПЗЖ. Одно из первых ее заявлений, что в Мелитополе начинают работать российские телеканалы. Уважаемые жители города Мелитополя и Мелитопольского района, сейчас нашей основной задачей является подстроить все механизмы под новую действительность, для того, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому. Несмотря на все наши усилия, в городе есть еще люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, которые призывают вас к экстремистским действиям. Я вас прошу, пожалуйста, будьте благоразумны, не поддавайтесь на эти провокации. Обращаюсь к депутатам, народным избранникам всех уровней. Уважаемые депутаты, нас избирали люди, и наша с вами задача в первую очередь заботиться об их благосостоянии. С этой целью сейчас прорывается вопрос создания комитета народных избранников. Именно этот комитет будет заниматься всеми административными вопросами на территории Мелитополя и Мелитопольского района. Вот, кстати, пример и отрывки из радиопередачи, которую транслируют в Бердянске. Он недалеко от Мелитополя и тоже занят российскими войсками. ...деятельности националистических структур. Наша общая задача – это восстановление нормальной работы государственных органов власти, промышленности и бизнеса, и создание условий для объединения Российской Федерации и Украины. В этих условиях участие войск Росгвардии в патрулировании улиц силами народной милиции города вынуждена необходимость. Подчеркиваем, что транспортное сообщение между Бердянском и Мелитополем, а также посещение жителями социально значимых объектов города, в том числе кладбища, не было нами блокировано и может осуществляться беспрепятственно. Российские власти заинтересованы в работе всех объектов городской инфраструктуры, общественного транспорта, здравоохранения и промышленности. Сегодняшние события не связаны с желанием ущемить интересы украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял украину заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Наши действия — это защита от государства. Мэр Мелитополя Федоров, в конце концов, в плену был недолго. Его обменяли украинские власти на 9 российских солдат. После освобождения ему звонил лично президент Владимир Зеленский, а после наградил орденом замужества. Добрый вечер, Иван. Как ты? Здравствуйте. Владимир Александрович, теперь значительно лучше. Я очень рад тебя слышать. Голос живого человека. Спасибо, спасибо огромное, что не бросили. Мы не бросаем наших кишечков. Мне нужен день-два восстановиться. После этого готов выполнять любую вашу команду, чтобы день победы наш поступил значительно скорее. Мэр Мелитополя вернулся в украинский кулак, который эти федерации сняли, пока меня посадили. Сто процентов. Но два дня мы тебе не обещаем, Вань? Хорошо. Ты молодой хлопец. За один день восстановишься. Мы очень счастливы, что тебя забрали. Очень счастливы. Не удается пока всех забрать. Блокируют они бессовестные. Как ты их назвал? Ну вот этим словом. В общем, мы поняли. Нет, нормально. Вырвалось на... Смотри, я тебя полностью поддерживаю, просто не все могу себе позволить. Я рад, что ты голос живой. Это самое главное. Ты мужик, я очень счастлив, что ты с нами. Спасибо. Возвращайся. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. Все, шумуру. До встречи. Удачи. Все, ладно. Мелитополь остается под российской оккупацией. Как живет город в таких условиях, 19 марта нам рассказала Татьяна Кумок, два дня назад. О ней я говорил в начале этого эпизода. Сегодня, 21 марта, неизвестные задержали ее родители и, судя по всему, ее саму. Знакомые семьи писали, что их отпустили, однако пока лично она мне не ответила, и на момент вечера 21 марта в ее соцсетях тишина. Надо оговориться, Татьяна Кумок с начала войны активно рассказывала о том, что происходит в Мелитополе под российской оккупацией, в интервью средства массовой информации и на своей странице в Фейсбуке. Она описывала свою деятельность как гражданскую миссию. В определенной степени она стала голосом оккупированного Мелитополя. Вот что Татьяна рассказала о жизни города до своего похищения. Что Мелитополь сейчас с точки зрения функционирования города? Что открыто, что закрыто? Продолжаются ли митинги? Вот только что шла по городу, и есть такое ощущение, что мы вернулись в год, это, к 91-й. На улицах относительно пусто, мало машин, огромные очереди в аптеке и там, где нужно снять наличные. В магазинах уже, в общем-то, продуктовых очередей нет, потому что там и продуктов особо нет. И, в общем, в городе можно достать всё, ну почти всё, но нужно знать, как. У нас достаточно предприимчивый город, и вот как-то люди сейчас стараются что-то у друг друга покупать, ну чтобы просто дать возможность друг другу выжить. То есть я не могу сказать, что рестораны открыты или что-то, но, допустим, можно починить телефон или можно постричься. Не все операторы работают, и многие интернет-провайдеры не работают, но всё-таки уже более-менее восстановлена связь. Вот знаете, ощущения, я помню, с детства 90-е, и вот прям, то есть вроде как алкоголь запрещён в продаже, но если очень хочется, ты можешь найти. Да, ну, конечно, по совсем другим ценам. То есть тут же наши не растерялись, менялы, да, и ты можешь не стоять в очереди, а обналичить деньги от плюс 10 до плюс 30, да, кто знает, какие места. То есть такой чёрный рынок в городе заработал, и, ну, как по мне, это к лучшему, потому что если горожане не прокормят себя сейчас сами, то русские даже бабкам к гуманитарку не заводят, ну, то есть уже давно. А вот, кстати, солдат на улице много, их видно, они на каждом углу или, наоборот, они где-то… Вы знаете, то есть вы спросили по поводу митингов, в те дни, да, когда знали, что соберутся люди, их было очень много, причём во всех точках города, где могли бы люди собраться. На сегодня как бы так принято решение общим количеством горожан, то есть нашего мэра отпустили, да, то есть выменяли, мы знаем, что он с нами. Всех людей, которые забрали, уже тоже, ну, то есть, по крайней мере, родственники знают, как, где и что. Скажем так, почему мы были такие дерзкие достаточно, пусть было страшно. А на первых порах были солдаты и было маленькое количество ОМОН, то есть на тот момент было людей гораздо больше, чем ОМОН. ОКУПАНТИ! 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 Сейчас ОМОНа в город завезено очень много, и вообще видна чёткая разница между ОМОНом и солдатами. Мы самое главное сказали тем, что мы выходили, что Мелитополь — это часть Украины, и мы очень ждём, чтобы нас спасут. Из большой земли нам ответили, что нас спасут. Скажем так, ОМОНу нравится то, что он делает, солдатам менее нравится то, что он делает, это по моим личным наблюдениям. И если ОМОН кричал, когда бежал за митингующими, когда ещё люди пытались выходить «лови молодых и бей по ногам», и это ОМОН вывозит людей за город и заставляет умываться зелёнкой, бьёт, выбивает зубы и бросает где-то на трассе к вечерку, то солдаты говорят, что «пожалуйста, не подходите к нам, нам самим не нравится это дело». Действует ли в городе комендантский час, работают… Семи, да. Мы называем это новости из нанки города. К сожалению, все каналы захвачены оккупантами. У людей, у которых нет тарелок, но это в основном пенсионеры, то есть они смотрят только русское телевидение. И там, конечно, совершенно другой мир. Украинские националисты предприняли попытку обстрелять «Мелитополь» ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями. Удар предотвратили российские военные, как рассказал официальный представитель ведомства Игорь Коношенков. Наши средства противовоздушной обороны отразили атаку. Позиции, откуда идылся огонь, военнослужащие установили и нанесли по ним удар ракетами скандеров. Они написали, что ситуация налажена, нацистов разогнали. Ну это, наверное, нацисты — это мой еврейский папа и я, и подобного плана люди. И теперь, поскольку мы вели себя хорошо, комендантский час не с шести, как был раньше вечера, а с сни и до шести утра. К сожалению, на сегодня город не охраняется. Ну, милиция и женец первого дня, и люди собрались сами в охрану порядка. Просто мужчины собирались, и безоружные, но всё равно, да, группой патрулировали районы от мародёрств, которые, увы, наши жители отличились. Они были вначале, потому что вначале, как получилось, солдаты, когда зашли в город русские, они разбили стёкла в супермаркетах, чтобы взять себе еды, ну или там и айфоны тоже. А уже то, что они забрались солдаты, полезли местные жители. И уже вошли во вкус. То есть как бы вот, мародёрство сами жители прекратили ровно в два дня. Пропаганду. Вот в Бердянске, там прям буквально по радио, как в кино. Да, да, да. Как вот в фильмах. Возди вас от нацистов, все дела. То же самое есть в милициональной жители? Да, это был второй или третий митинг, на который мы собрались. Это было ещё в феврале. И, в общем, мы собрались около памятника Шевченко, и по городу медленно поехал чёрный гид-мобиль с динамиками на крыше, именно с такими, как вот, раструбами, как во Вторую мировую войну. И оттуда мягким голосом звучало, что военной администрации города Мелитополя временно, в целях безопасности, запрещены митинги и собрания. А тем, кто будет хорошо себя вести и слушаться, после зачистки города, ну, как-то такой текст, мы дадим еду и почему-то бытовую химию. ...динамиками Мелитополя в целях предотвращения правонарушений и обеспечения общественного порядка временно запрещают митинги и демонстрации. В связи с динамиками, в связи с динамиками, Знаете, память предков, она сильна, и меня это так, вот, меня лично, да, где для меня точка невозврата была. Я не просто ощутила себя в фильмах о уничтожении евреев, я просто поняла, что это начало нового Холокоста, но просто в этот раз уничтожают другую нацию. Абсолютно фашистская методичка во всех проявлениях. Раскидываются листовки по городу, что мы ищем нацистов. Вы можете обратиться по определенным телефонам за вознаграждение, если да, за каждого сданного нациста. Из забавного мы сегодня записывали с мелитопольцами на немецком просьбу о помощи, да, германскому фонду, потому что, ну, очень многим людям в городе реально нечего есть. То есть, если нас не убьют русские, мы умрём от когнитивного диссонанса, знаете. Российские флаги много где висят? Российские флаги висят на всех административных зданиях, которые заняты оккупантами. А про местные власти, да? Вот есть как бы мэр Галя, которую не жалко. По поводу Гали, ну, почему я говорю, что Галя, которую не жалко. Есть две вещи. Во-первых, и прорусски настроены, и нейтрально. То есть этот человек, ну, который презирают сейчас все в городе, да, и не стесняют, ну, не боятся об этом сказать. Более того, она же выступила с заявлением, что она собирает группу депутатов. Ни один человек на сегодня, сколько нас, ну, уже три дня мэр в новостях, да, ни один человек из депутатского корпуса ещё под неё не подписался. Более того, тех, кого подозревали, да, в госизмене, написали на своих страницах в соцсетях, вы что, вы что, мы за Украина. Из города открыт коридор на Крым. Могу сказать одно, никто из моих знакомых не уехал. В украинскую сторону не дают выезжать русские. Но, конечно же, они говорят, что это блокирует Киев, и связь тоже в городе блокирует Киев. То есть они специально закрыли город. В городе даже есть склады с продуктами, да, но к ним не дают доступ, чтобы народ оголодал, испугался. Опять же, есть очень большая проблема с лекарствами. Оголодал, испугался и рванул на Крым. Потому что на Крым дорога открыта, и сейчас они железнодорожное сообщение восстановили. Железнодорожное сообщение тоже забавное. Это тоже по поводу 90-х. Как бы уже прошла информация по украинским каналам с просьбой жителей оккупированных городов, где вот это идёт железная дорога на Крым, немножечко её сломать, разобрать рельсы. Дело в том, что у нас в 90-е, я помню, была большая проблема, потому что люди и так воровали эти рельсы, да, без всякой войны. То есть я смею, что, наверное, у многих руки-то помнят. Я считаю, что самое основное мы уже сделали, и сейчас мы просто можем немножечко подождать. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Люди пропадают на всех оккупированных территориях, не только в Мелитополе. И как мы увидели сегодня по Херсону, где были применены светошумовые гранаты, открыта стрельба, российские военные теперь применяют силу и к мирным гражданским на акциях протеста. Подпишитесь на наш подкаст на любой удобной платформе, чтобы не пропустить новые эпизоды. Над подкастом работают Петр Рузавин, редактор Егорского рода, звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский. Хуй войне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова